уважаемые если вы хотите отблагодарить канал меня за мою работу за мое творчество на моем канале подключено достаточно функций для благодарности есть платное спонсорство нажимай кнопка подписано спонсорство нажимаете на эту кнопку и оплачиваете сумму таким образом вы покупаете ежемесячную подписку также на коротких видео есть сердечко с подписью купить благодарность нажимаете на это сердечко это же оплачиваете сумму которую вы хотите перечислить моему каналу я уже не говорю о том что на канале в описании канала указана вся информация номер карты куда вы можете перечислить деньги для россиян ссылка на paypal все данные указаны необходимые для перечисления денег но писать мне на личный номер телефона дайте мне пожалуйста номер карты я хочу вам перечислить денежку вот этого делать не надо дорогие мои хотите сделать добро делайте это тихо чтобы я об этом не знала бог все увидит а передо мной тут выебываться не надо выпрыгивать из штанов показывать какая ты молодец вот ты хочешь мне денежку перечислить мне этого не надо я лично у вас деньги не прошу я выставила информацию вот хочешь донать но писать мне на личный номер телефона дайте дайте мне номер карты почему я должна делать какие-то тела лишние тела движения это ваша инициатива это ваше сугубо желание при я тут причем не надо за счет меня выезжать в рай не надо за счет меня отбеливать свою карму таким образом тут передо мной выпрыгивать чтобы я вас оценила этого делать не надо делать да хочешь делать добро делай тихо чтобы я об этом не знала перечислила и все будь здорова бог бог это увидит зачтется тебе а если тем у тебя не получается значит не надо этого делать на улице предостаточно бездомных котов и собак купим полкилограмма мяса и покорми нормально вот это зачтется а тут за счет меня выезжать не надо карму свою отбеливать понятно все это я вижу и знаю мои дорогенькие перед кем вы тут пытаетесь выебнуться перед кем-то вы тут пытаетесь вот себя отбелить белое пальто они тут надевают все и я вижу все ваши вот эти скрытые мотивы скиньте мне номер карты а денежку хочу вам перечислить а иди ты к черту со своими денежками я отвлеклась я выставила свой номер телефона для того чтобы люди заказывали личный расклад все все вот эти остальные тела движения мне не интересны все я вот это все пони это все видно и понятно с какой целью с какими скрытыми мотивами вы это делаете курочки мои потом они будут проклинать вот как вы своих мужиков проклинаете что они такие твари неблагодарные вот так вы потом и меня будете проклинать не надо этого делать я без ваших денег проживу мне бог дает сколько надо даже больше того за счет меня тут выезжать в рай не надо так у кого-то показывают приход денег будет приход денег консультация у специалиста показывают или как вы родитель вы родитель будете кому-то деньги давать то есть через за через вас кому-то деньги придут вы кому-то дадите давайте что о вас расскажут что вам нужно узнать о себе услышать о себе интересная информация что расскажут что покажут кто меня сейчас смотрит почему-то вы тут переживаете бессонница спите по ночам головные боли могут быть как кошмары какие-то сны плохие плачете по ночам переживаете но это как будто бы вот беспочвенно это все беспочвенно как накручиваете себя говорят у тебя получится не переживание переживание накручивая себя как будто бы вот то что вы о чем вы сейчас переживаете это не имеет под собой почвы не имеет оснований за этого не стоит вот как показывают переживать у тебя все получится говорят действую просто действую работой куда-то вы как убегаете бежите переезд срочно какой-то срочно какая-то вот будет будете в попыхах собираться вещи вот собираете кидайте и такси стоит ждет быстро садитесь и уезжаете какую-то роскошную вещь будете покупать роскошь какая-то опять же конечно у каждого свои понятия что такое роскошь ну то что вы давно хотите вот выпал по магазинам ходили и вы эту вещь уже давно смотрели так как какие-то сувениры вот знаете отдел сувенира какие-то вот такие красивые вещи вы это уже давно с для себя смотрели вы это купите или просто опять же будете по магазинам ходить просто дальше будете ходить рассматривать хороший у вас период то карта вот то что изначально вышла девятка мечей девушка тут ночью сидит плачет вот как я сказала что это все беспочвенно и вот действительно все карты выходят очень хорошие вот еще девятка девятка кубков хорошая карта это благополучие удовлетворение когда все есть морально ты доволен счастливы бы доволен как как ты живешь как твоя жизнь складывается еще и девятка пентаклей когда и деньги есть все есть крыша над головой вы можете себя обеспечить ну вот почему-то опять у вас как разбитое сердце разочарование из-за мужчины опять показывают какие-то по каким-то инстанциям будете ходить возможно вот это вас расстраивает то делай из-за которого вы ходите сейчас по инстанциям вот это вас и расстраивает хотя так а в общем и целом у вас в жизни все хорошо как же это дело дело для вас закончится давайте посмотрим как это дело для вас закончится то что вы ходите по инстанциям на вашей стороне будет все хорошо какой-то период будет какой-то будет непонятно что-то там будет неизвестное то ли каких-то документов не будет хватать то ли вы не обладаете определенной информацией но в итоге все решится вашу пользу если речь идет о деньгах получите деньги но тут как будто бы не такие большие какие вы рассчитывали но в любом случае на вашей стороне будет что еще о вас расскажут так что это за мужчина с вашего рода вам двое мужчин ваши покровители защитники ваши из вашего рода вообще вот вам мужчины помогают из вашего рода и и поэтому я могу допустить что возможно у вас такой мужской характер вот эти мужчины из вашего рода они же вам поскольку они как ваши наставники ваши помощники ну это умершие уже ваши родственники но все равно их дух как за вами стоит они вам помогают они же тоже дают вам свою мужскую энергетику и у вас тоже поэтому может такой может быть мужской характер с вашего рода говорят защищает один из них как магом был чародей колдун лечил а тут можешь называть как как угодно этого человека но вот были у него способности такая у него энергетика была исцеляющая набожный мужчина был набожный такой человек опять же вот показывают будете по кабинетам ходить будете какие-то заявления подписывать какие-то бумаги будете подписывать вам будут показывать вот здесь дата пиши дата число роспись прям возле вас стоит вот так вот вы сидите за столом и возле вас стоит человек наклонилась над вами и вам показывает вот здесь пиши вот это вот здесь расписывайся какие-то документы бума документацию будете оформлять что это моя тамарка чайка кричит на балконе моем где-то что-то за помещение как зал суда какой-то зал суда у кого-то какие-то как разбирательство будет такой зал большой большой зал много людей там что еще для вас говорят какой-то сейчас у вас переломный момент в жизни происходит переломный период что-то меняется вашей жизни да вы сейчас на распутье стоите что-то вы сейчас проживаете в своей жизни это может быть в любой сфере где вы стоите на распутье вот по этой дороге пойти или по этой тут как бы от вас зависит какую вы дорогу выберите такой результат будет но это очень сильно отобразится на вашей дальнейшей жизни тот выбор который вы сделаете правильно тут и когда сделаете правильный выбор выйдете из состояния жертвы если нет то будете опять в этой жертве еще долгое время находиться вы сейчас не видите не понимаете куда вам идти какой правильный тут показывают что у вас глаза завязаны вы не знаете какой вам правильный выбор сделать говоря то что для тебя выгодней то что тебе принесет достаток деньги работа благополучие здоровье вот этот выбор нужно делать они вот для кого-то для кого-то тут у кого-то будет походу в больнице походу в больницу будет консультация лечении у вас сильная родовая связь не игнорируйте это обращайтесь к своим к своим умершим родственникам чтобы они вам помогали мысленно обращайтесь к своей маме папе даже при том какие бы они люди не были но их гены находятся вас вы наполовину состоите из папы из мамы когда вы обижаетесь на своих родителей вы себе перекрываете благополучие но это не означает что вы должны с ними общаться вы можете с ними не общаться но мысленно мысленно благодарить своих родителей и восхищаться ими что вот благодаря папе маме вот вы такая родились все на я на этом заканчиваю до новых встреч на новых раскладах